Вот могу вам показать несколько моих любимых упражнений для задней дельты. Могу признаться, что я очень долгое время не могла прочувствовать именно заднюю дельту. Если вам также трудно это сделать, посмотрите мое видео, почему я не чувствую заднюю дельту в упражнениях. Итак, первое упражнение, кажется странным немножко, но это задняя дельта с кабелем полулежа в тяге к груди. Очень хороший вариант. Такой же, в принципе, вариант другой угол наклона с канатом, сидя на полу на нижнем блоке. Кажется, что одинаковое упражнение, но из-за того, что меняется угол, вы будете чувствовать заднюю дельту по-другому. Небольшой наклон назад и старайтесь не сжимать лопатки. И здесь должна работать только задняя дельта, чтобы не включались мышцы спины. Очень хороший вариант выполнения упражнения разведения в машине на заднюю дельту. Это упражнение выполняется в 7 подходов по 15 повторений в памповом режиме и максимальный отдых 10-15 секунд. Это же упражнение можно выполнить в режиме с задержкой статикой. Если вы не работали еще со статикой, я очень рекомендую это сделать, так как мышцы работают одновременно и левая и правая. Одна работает в статике, другая работает в динамике. И, пожалуй, одним из моих любимых упражнений и даже комбинаций является рычажок и разведение рук в стороны с гантелями. Вы должны заметить, что это не тяга к поясу, это не разгибание рук на трицепс, это именно болтание назад, рычажок. То есть локти остаются постоянно согнутые. И добавляем также разведение рук в стороны и опять же болтание. Не старайтесь высоко поднимать руки. Тоже очень хороший вариант для проработки задней дельты. И, как видите, моя спина округлена. То есть я хочу полностью лечь на скамью, чтобы не давать возможности мышцам спины включаться в работу. То есть это будет маленькое движение, а задействовать только задние дельты. Этот же вариант можно выполнять с грифом. Как видите, я нахожусь очень высоко на скамье, то есть чтобы спина была округленная. Задняя дельта в кроссоверах очень хорошее упражнение. Но очень часто его трудно словить, так как в работу включаются и предплечье, и спина. Поэтому старайтесь проработать это упражнение щеткой техникой, стараясь словить именно движение, где именно работает задняя дельта. Вот одно из, так сказать, неожиданных рабочих упражнений задняя дельта в планке с перетягиванием блинчиков. Очень хороший вариант и, казалось бы, очень легко, но на самом деле вы очень хорошо можете прочувствовать заднюю дельту, если делать это правильно. В этом упражнении я, честно, была очень удивлена, что я смогла пробить именно заднюю дельту. Опять же, вроде бы планка, но если правильно делать, дельта чувствуется очень хорошо. Ну и вот такая машина, конечно, есть не в каждом зале. Это тренажер в зале Gold Gym Venice в Лос-Анджелесе. А да, сейчас начнут многие говорить, что у нас нет такой машины, но это не значит, что она есть во многих залах. Честно, могу признаться, что я встретилась только в одном зале в Лос-Анджелесе. Но очень хорошая машина для проработки задней дельты. Но все же, если очень захотеть, то можно и сделать это упражнение в обычной машине для подъема рук через стороны. Просто в наклоне и наклонитесь и работаете так же заднюю дельту. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok